Привет, друзья и товарищи! Меня по-прежнему зовут Дарья, и сегодня я вам расскажу про 5 самых важных аксессуаров для укулеле, которые вам понадобятся, или вы можете просто подарить своему укулеле другу. Погнали! Дарья, объясни! Так как начинается предновогодняя пора, и вы не знаете, что дарить друг другу, возможно, у многих есть друг или подруга, которая играет на каком-либо инструменте, в частности, укулелька, то я подготовила для вас 5 необходимых аксессуаров для укулельки, но некоторые универсальные подойдут тоже для гитары. Данные вещи понадобятся не только как подарок, возможно, вы просто начали заниматься недавно на укулельке, и этих вещей у вас пока что нет, и вы не знаете, что вообще они вам нужны. Вот как раз я сейчас про все и расскажу. Не переживайте, все аксессуары, которые я вам показываю в этом видео, я оставляю ссылку в описании и в комментариях тоже продублирую, поэтому спускайтесь сюда, кликайте, заказывайте, что вам понравится, что вам нужно будет. Самая важная и первая необходимая вещь — это чехол. Как говорила великая Лариса Дуэльна, вот он, а дальше уже Ариана Гранде, Леди Гага и все остальные, вот он стоит на вершине. Причем бывает так, что у вас может нить и чехол в комплекте с укулелькой, то есть у вас укулелька была одна в коробке, без чехла, но бывают такие фирмы, например, как Флайт, они сразу своей укулелькой кладут хороший такой зимний чехольчик. Если у вас до сих пор не этого не понимаете, зачем же вам этот чехол нужен, сейчас расскажу. Так как наступила у нас сейчас зима за окном, отопление включили, шпарит дома, получается такой некий перепад температуры, и это очень плохо сказывается на деревянный инструмент. Мало того, что вы его храните дома, у вас стал воздух сухой, а дерево свойственно рассыхаться, может даже на каких-то некачественных моделиках оно может потрескаться, какая-то деформация идет, инструменты, деформация материала. Такого не произойдет, если вы будете держать укулельку в чехле. То есть чехол нужно использовать не только вы куда-то идете, но и дома. То есть все свои укулельки я храню в чехле. Ну и также чехол нужен при переноске вашего инструмента куда-либо из точки А в точку Б. Допустим, вы решили сходить другу или подруге и поиграть вместе с ним на инструменте, но у вас чехла нет. Что вы делаете? Вы берете укулельку, или ее просто так несете по морозу, или положили в пакет. Получается так, что вы вышли с квартиры, где было сухо и тепло, куда-то на улицу, и получился резкий перепад температуры, а может у вас еще снег идет, так вообще комбо. И чтобы из-за этой ситуации ваш инструмент не заболел, как-то не рассохся, не потрескался, в общем какие-то последствия после этого вышли, храните, пожалуйста, и переносите инструмент в чехле. Один раз купили, и на века он вам служит. Существует несколько видов чехлов, бывают такие как тоненькие, кльеночка, водонепроницаемые, бывают более утепленные, зимние. Лично от себя я советую брать более утепленный вариант, он универсальный, подойдет в любое время дня и ночи, время года, и летом и зимой будет все хорошо. Все-таки вот когда тоненький чехольчик, да, вот из тонкого материала, тоже не есть хорошо, когда вы пойдете с этим инструментом зимой на улицу. Он не защитит от мороза. Но очень важный момент, если вы все-таки соберетесь покупать чехол, понимаете, для какого вида инструмента вы его берете. То есть, ну мы тоже поняли, да, там гитары или укулели, я имею в виду укулелька-сопранка, концерт или тенор, то есть, в зависимости, какой у вас размер укулельки, вам нужен соответствующий размер чехла. Если вам интересна тема ухода за укулелькой, как что за ней следить, можете написать в комментариях, я все это прочекаю, посмотрю, и сделаю ролик отдельный вот про уход как раз за укулелькой и вообще, в принципе, за инструментом. Дарья, объясни! Раз уж я затронула тему перепады, температуры вообще, как чтобы не рассыхалось ваше дерево, если у вас инструмент деревянный, то есть, ноу-хау, реально, я до этого никогда не видела, полтора года назад точно такого не было, это укулеле-увлажнитель. Бывает для гитары тоже увлажнитель, просто он точно такой же, но чуть больше. Вот он, сразу скажу, не совсем подойдет для вашей укулельки. Если вы все-таки, у вас есть укулелька, берите укулеле-увлажнитель. Что это такое? Это такой некий кейсик, в котором небольшая губочка, и вот сюда есть отверстие, вы выливаете пару капелек воды, просто воды, без всяких эфирных масел, как вы любите делать, просто пару капелек, ваша вот эта губка, ваш спонжбоб промокнет, ну, он не будет супер сырой, вот чуть-чуть, слеганца, и вы ставите эту бандуру между струнами, можете между третьей и второй, и просто убираете чехол вашу, укулельку увесьте ее, куда вы ее там ее, где храните. Так получается, для чего вам нужна эта штука? Во-первых, чтобы ваш инструмент не рассыхался и поддерживалась оптимальная влажность. Повторюсь еще раз, отопительный сезон, становится очень сухо, может, у вас даже кожа сохнет дома, да? Представьте, что с укулелькой вашей происходит, жесть. Вот, поэтому, если у вас до сих пор этой штучки нету, обязательно приобретите и пользуйтесь. Дарья, объясни! И следующая штука вам обязательно понадобится, когда вы начнете петь и играть песни, это вещь называется каподастр. Каподастры бывают чисто для укулелей и гитарные, но для нас гитарные, они как универсальные, поэтому, если вы не знаете, какой брать, гитарный или укулельный, или вы сейчас играете на укулелье, но планируете в будущем играть на гитаре, можете сразу взять гитарный, он подойдет и так, и так, то есть он универсальный. Сама я лично пользуюсь укулельным каподастром, это каподастр от фирмы Flight Fiat, у меня была коллаборация со Швец, вот он такой розовенький. Для чего вам эта штука нужна? Допустим, поете вы какую-то песню абстрактную, вот мой любимый пример, песня группы Нервы, «Самый дорогой человек». В оригинале она играется где-то вот с такими аккордами, и вы понимаете, что вот вы начинаете петь аккорды, все нормально, будет уже все хорошо, но слишком низко, вы сидите такие бедные, вот не можете достать какие-то нотки. Что в этом случае у вас будет звучать? То есть ей пропадают миллионы навек. Вот у вас этих нот в голосе нет, но вы пытаетесь прям давить на них. Чтобы вы не меняли аккорды, ставите каподастр на нужный лад, ну, абстрактно я поставлю его, допустим, на второй. И играю те же самые аккорды. Подастр нам служит, как будто до этого ничего не было, и мы опять от него отчитываем раз, два, три, четыре и так далее. И получается та же песня, но звучит уже выше. И пропадая миллионы навек когда-то... Вроде бы аккорд ЕМ, а звучит выше. Магия! Вам это поможет подстраивать тональность вашего голоса под тональность песни, и вообще будет все супер круто the best. Это мы берем способ, когда вы играете только песни. Если вы захотите играть что-то там, какие-то аранжировочки, работает точно так же. То есть чем выше вы ставите там на четвертый, на пятый лад, далее, далее, соответственно, то есть у вас звучание инструмента становится все выше и выше. Но вы мне можете сейчас возразить, Даша, я вот использую не каподастер, а там, не знаю, карандаш с икеей и резинку для волос. Да, не спорю, хороший вариант, но это только, знаете, одноразово на какую-то песенку. Если вы постоянно не хотите сидеть и вот что-то кружок очумелой ручки там наворачивать, накручивать, купите, пожалуйста, каподастер, или попросите друзей, там, родителей, не знаю, у Деда Мороза, чтобы он вам подарил этот каподастер, и вы, бедно, не мучились, постоянно накручивая этот карандаш. Но вообще, в дополнение, я могу сказать, что я заказала очень много разных прикольных штук с Алика, но они как бы более как дополнение, то есть они не супер вам важны, но если вы уже давным-давно играете, какой-то устой, застой у вас получился, эти штуки вам помогут разнообразить вашу укулеле игру. Поэтому, если вам интересно узнать, о чем я говорю, напишите мне в комментариях, нужно ли вам сделать вторую часть про аксессуары с Алиэкспресса. Дарья, объясни. Это ремешок для укулеле. Почему я не особо люблю им пользоваться? Потому что я умею играть одинаково и стоя, и сидя. Но если получается так, что вы хотите играть стоя, и вы чувствуете какую-то неуверенность в руках, в инструменте, то лучше, конечно, приобрести ремешок, его прикрепить и играть там весело-задорно, хоть стоя, хоть сидя, хоть на голове. Ремешки бывают разных типов, скажу вам сразу. Вот это, что у меня в руках, это какой-то самый дешевый с Алиэкспресса, с таким вот крючком. Как им обращаться? Мы берем вашу укулельку, причем любая подойдет, и делаем следующее. Вот этот крючок ставим таким образом и зацепляем за вот эту часть отверстия. Но вот иногда бывают укулельки, у которых отверстие вот это не посередине, а где-то здесь или там. Тут придется уже думать, как же мне так сделать. Что делаем дальше? Вот эту вот вещь. Тянем вот так вот. И образовавшаяся петелька. Вот она у нас, просовываем голову. Бопс. Наша укулелька не полностью как-то закреплена, скажу вам честно, вам все равно нужно поддерживать, потому что очень опасный момент, у вас только одна точка опоры, остальных нет. Но все равно, как-то, когда вы играете сидя или стоя, дополнительное уверенность появится, но не стопроцентное. Например, как это может выглядеть? Я сейчас встану, и вот видите, да? Бамс. Вот я держу спокойно, играю. Что-то там, тюрские мотивы какие-то. Единственное, если у вас инструмент большой, то у вас будет тянуть его вниз, шея быстро устанет. Но если у вашей укулельки есть дополнительные кнопки для ремня, вот она обычно здесь ставится, где-то может еще и тут дополнительно быть. Ну, хотя бы, если у вас есть одна, вообще супер. Тогда он подойдет следующий вид ремня. Это у нас ремень именно для крепежа. Тут будет отверстие, и вот тут тоже есть отверстие. Не обращайте внимание на вот этот вот шнурок, потому что дополнительную петельку я куда-то, короче, положила, не могу ее найти. Как в этом случае ставить этот ремень? Вы берете один конец, зацепляете за вот эту вот кнопочку, про которую я сейчас говорила. Бамс! Да, если у вас ремень новый, и он сделан еще из кожи какой-нибудь, то вам придется немножко приложить усилие, чтобы поставить его на вот эту вот кнопку. Зацепили, а следующий конец ремня вы можете продеть или здесь, то есть около прям колков, или у начала грифа. У вас в комплекте с ремнем есть вот такая полоска, она может быть из кожи или прочее, которую вы продеваете вот здесь. Но оно у меня не особо проходит, потому что очень маленькое отверстие между самими струнами и головой грифа, поэтому я взяла обычный кусочек шнурка, продеваю его вот здесь, и вот эти вот хвостики завязываем у начала ремешка. Что у нас, собственно, получается? Я беру, продеваю свою село, голову, шею, и вот смотрите, теперь у меня получилось две точки опоры, у меня укулили держатся вообще без рук, потому что здесь есть опора, и здесь есть опора. Я могу хоть стоя, хоть сидя играть, пожалуйста, с ремнем. А если у вас есть еще дополнительная кнопка, вот тут, как я уже сказала ранее, в следующую часть ремешка ставите не здесь, а здесь. Но если у вас таких кнопок нет, то вы можете сделать сами, то есть просверлить отверстие и добавить эту кнопку самостоятельно, обратиться к мастеру, сходить в музыкальный магазин, вам это все сделать, ну, мало ли вы еще дрелью просверлить бедную укулильку, или взять вариант ремешка с крючком. Дарья объясни! Да, аксессуары, про которые я вам сейчас говорила, это очень важная вещь, но какие бы у вас крутые не были каподастры, чехлы, на игру, как таково, это не особо-то и повлияет. На технику игры, на ритм игры, да, это все очень сложный компонент, потому что вот мы говорим, я хочу научиться играть там, допустим, на укулельке или на гитаре. Но вот под этим словом скрывается работа над ритмом, работа над выразительностью, работа над техниками и прочими вещами. Как же мне в этой музыкальной всей вселенной учиться сразу играть правильно, без ошибок, чтобы мне было это в радость, а не в тягость? У меня есть авторский сборничек, самоучитель, причем он интерактивный, сейчас расскажу, что это такое. Вся информация здесь сделана от простого к сложному, без лишней воды, с картинками, как вы любите. Тут начинается от самых базовых, как выбрать укулельку, как ухаживать за укулелькой, различные техники, аккорды, бои и прочее, что вас интересует на начальном этапе. Показать, вон пепочка тут, пожалуйста. Или вот такая вот коробочка с укулелькой и моим сборничком. Преимущество этого сборника в том, что он в электронном варианте. Вам не придется ждать 300 лет, пока вам Почта России это все отправит. Это я сделала такой вот материальный вариант, чтобы вам показать видео. А так я сама и мои ученики пользуются им в электронном варианте. Его можно открыть через планшет, через телефон, через компуктер вашей, ноутбук. Очень удобная штука. Различные техники, просоветы, лайфхаки. Я также тут все рассказываю, естественно, с примерами. Например, вот у меня страничка есть, как правильно или как неправильно делать. Ну а самое главное, ноу-хау этого сборника в том, что тут есть такой QR-код, которым наведением камеры вашего смартфона открывается видео по этой же теме и в доступном варианте. Это сделано для всех людей, которые любят смотреть именно видео, туториалы, вот прям как я. Мне очень сложно прям всю информацию запомнить текстом в виде, мне нужно это видеть. Вот поэтому, ребята, если вы такие же, как и я, выводите на QR-код, выходит видео, и вы учитесь. Вообще, этот сборник настолько крут, что я уже спустя время постоянно к нему возвращаюсь, и вспоминаю какие-то фишки и приемы. Подробную информацию про этот сборник, содержание, стоимость, где и как его получить, я также оставляю в описании. Прочекайте, и это будет потрясающий подарок вашим друзьям, детям, коллегам, которые учатся играть на укулельке, и вы сделаете им доброе дело, и они научатся играть намного быстрее и правильнее. Если вам понравился этот видос, он был для вас полезен, обязательно поставьте ему лайк, пишите в комментариях, что из этого списка, который я вам показывала, есть лично у вас. Может быть, вы знаете еще какие-то штучки клевые, о которых я не говорила. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся, пока! Укулель с сопрано или улили, улили, улили.